Сегодня в выпуске будут две истории, которые никак не связаны с эпидемией коронавируса. Целых две, но это в конце. А сейчас вот такая новая новость. Ковирус таки передает с половым путем, бро! Ну, типа, то есть... Вот так вот. Исследователи в Шан Цю в Китае определили, что из 38 участвовавших в эксперименте мужчин с положительным анализом на COVID-19, у 6 коронавирус был обнаружен также в сперме. Неизвестно, пока может ли он, и если может, то каким способом передаваться через нее другим людям. Но на всякий случай теперь, помимо говна, об этом я рассказывал уже, придется перестать есть и чужую сперму. Ну, сорян, такие времена, все так сейчас живем, да, сожалею. Я прочитал отсчет, там вроде бы есть какая-то зависимость с тяжестью протекания заболевания, но... Ну вот, вот это пока и все. В общем-то, выборка слишком маленькая, чтобы делать какие-то выводы. Напомню просто, что до этого, после проведенных тестов, считалось, что, ну, вроде бы, как половым путем он не передается. Ну, типа, считалось, что вот если реально заняться с партнером незащищенным сексом, но при этом каким-то образом умудриться вообще никак друг на друга не дышать, тогда вот, типа, считалось, что не может передаться коронавирус. Ну, это нечто сферическое в вакууме, конечно. Не то что... Я терпеть не могу автомобильные пробки, ну, я думаю, в этом я не один, и не самый большой фанат рейвов. По этим двум вещам вот я, вот я точно не соскучился за время карантина. Зато немцы, судя по всему, охренеть, как это все любят, и очень сильно соскучились, потому что в Германии начали проводить драйв-ин рейвы. Да, это 250 автомобилей, внутри максимум по два пассажира, все по правилам карантина. Гудками очень сильно не попадают в такт достаточно плохой музыки. В принципе, это больше похоже не на музыкальную вечеринку, а на любой обычный перекресток в центре города в 6 часов вечера. Ну, в неэпидемиальное время. И им эта движока настолько зашла, что драйв-ин рейвы сейчас проводятся уже в нескольких городах, и, ну, имеют потенциал распространяться быстрее, чем коронавирус. А потом и на Нидерланды с Францией перекинется. Ну, они, типа, тоже угорают по этому дерьму. Глядишь, Volkswagen скоро начнут выпускать лоурайдеры, чтобы можно было не только промахиваться гудками, а еще и подпрыгивать не в попад музыки. Зато на этой вечеринке все на колесах, и, ну, как бы предположительно, никто не под колесами. Это такой стрейт-этч рейв получается. Сам принимает. Ну и раз в этом выпуске нет рекламы, а ее действительно нет, то я думаю, что это отличный повод провести небольшой урок ютуб-этики со Станиславом Занудовичем. Возможно, ты многое из этого знаешь, но подозреваешь, что не все. Смотри, авторы на ютубе, ну, не только этот канал, а еще и эти... другие сучки, которых ты смотришь, а сейчас, сидя дома, еще и часто смотришь, делают для тебя бесплатный контент. Ну, то есть ты просто зашел на ютубчик и смотришь его. Тебе, ну, как бы за это не нужно платить ничего. Реклама видео позволяет автору канала предоставлять, собственно, тебе этот контент бесплатно. Так что логично в каком-то смысле быть благодарным рекламодателем, которые помогают твоему любимому автору существовать. Поэтому, если тебе не сложно, переходи по ссылочкам, о которых рассказывает автор, потому что нормальный блогер, как я, не будет рекламировать всякий кал. За всех вот этих остальных, вот которых ты смотришь, я отвечать не могу. Но будет круто, если ты, а хотя бы не будешь проматывать рекламу каждый раз. Мы вот тут вот надэсс, хорошо, командой, вот, которая пишет сценарии, а для этого и пытаемся каждый раз как-то это весело подать. Если не проматываешь рекламу на этом канале, то, ну, во-первых, ты мое зайко, во-вторых, сходи в комментарии и напиши там, я Стаса Зайко. Не Яйко, Зайко. Я такой посмотрю, сколько людей это написало и такой, у-у-у-у-у-у, вы же мои зайки. И, как я уже рассказывал, есть много и других способов поддержать, например, становиться спонсором канала. Это совершенно добровольно, вот тут внизу, рядом с кнопочкой подписаться, есть, ну, это на компе. На телефоне я, честно говоря, я без понятия, где это находится. Ну, ты справишься. У спонсоров Десса хорошо есть свои кастомные эмоджи, доступ до закрытого канала на нашем дискорд-сервере. Вот, да, вот эти ребята с прикольными цветными значками рядом с никами в комментариях, вот прям под этим выпуском, это они, спонсоры. И, как я тоже уже рассказывал, быть активным участником сообщества, это тоже очень большой и важный вклад. Канал на Ютубе, это как бы не просто телевизор, который вещает в никуда, это еще и сообщество. Ну, то есть, вот есть автор, есть его зрители, комментарии, вот эта вот энергетика, флюиды. Поэтому ставь лайкусики, пиши комментусики, следи за другими социалками автора, там как бы есть и дополнительный контент, и часто конкурсы какие-то. Вон, если тебе не хватает одного выпуска и стрима в неделю здесь на канале Десса хорошо, можешь посмотреть, что происходит на твичах каждого из команды этого канала, Сержа, Костика, меня. Ссылочки есть в описании. Заходи в мой инстаграм, ссылочка тоже есть в описании. Смотри в сториз сериал Гараж. Некоторые говорят, покруче Игры Престолов будет. Санк-пигмает. Я знаю, что никому не нравятся эти люди, которые постоянно говорят, я уже говорил. Ну, я же говорил. Роботы захватывают мир. Уже сейчас они ходят по паркам и указывают нам, кожаным ублюдкам, что нам делать, это возмутительно. Ну, хорошо, я перегнул слегка, не возмутительно, а даже немножечко мило. Вот видео, в котором спот от Boston Dynamics патрулирует Сингапурский парк. И говорит всем, что надо держаться друг от друга подальше, а еще мыть руки с мылом и любить маму, конечно же. И кроме того, что я порадовался, что споту нашли еще какое-то хотя бы применение, помимо таскания рикши с сэвиджем. Еще понял, что по всему миру сейчас происходит ну такое реально черное зеркало на минималках. Итальянцы используют дронов, чтобы ругать нарушителей карантина и дезинфицируют улицы. Китайцы тоже ругаются на праздно шатающихся зевак. А в Штатах, кроме того, что все так же ругаются на любителей погулять, полиция хочет еще и к спасательным работам припахать дронов, что вполне резонно и непонятно, почему до сих пор не использовалось. Ну то есть вот сейчас менты натаскаются использовать дронов для продвижения социального дистанцирования, а там уже, гляди, смогут и демонстрации дистанционно разгонять. Ну ты не напрягайся сильно. Я думаю, что там Россия придет к этому тренду попозже остальных стран немножечко. Ну есть там некоторые типа накладочки еще с дронами. Хотя в Филиппинах вон как-то и без дронов справляются. У них хорошее карантиновое поведение вместо робособак и металлических птиц с пропеллерами продвигают вполне себе мясной Дарт Вейдер со штурмовиками. И тут в отличие от дронов гарантирован стопроцентный успех. Я бы сразу забился в угол и никогда бы оттуда не вылезал, если бы увидел вживую настолько уродливого Дарта Вейдера. У него еще и меч очень сильно напоминает бамбуковую палку, а с ней шутки плохи, поверь мне. Сам принимает. А, ну да, Россия-то все же есть, а то же, чем гордиться-то, Россия уже взлетела на второе место по количеству подтвержденных случаев заболевания кобирусом. Ну, я же говорил, что где-то к июню есть реальный шанс догнать и перегнать этих пиндосов. Но есть еще кое-что поинтересней. Прото-иерей. Сука, это точно как какой-то юнит протосов. В общем, Дмитрий Смирнов, уже знакомый нам как МС бесплатной проститутки и диджей при части остановила чуму, по информации, доступный на момент съемок этого видео на ресурсах служб ТАСС и РИА Новости, находится в больнице с диагнозом коронавирус и пневмония. Конечно, тупо злорадствовать в такой ситуации, но я не то чтобы умный. Бог помощь, как говорится. Ладно, все перестал. А, и вот еще есть классная инфа в связи с вирусом России. 7 мая на рассмотрение внесен законопроект, по которому весь алкогольный конфискат, ну типа за производство и продажу без лицензии, без маркировки или с поддельными марками, ранее, после решения суда, подлежавшей уничтожению, теперь можно будет перерабатывать для изготовления дезинфицирующих средств. Ну, я так вообще всегда не понимал вот этой вот показухи с бульдозерами и думаю, что от сердечных приступов при просмотре вот таких вот кадров умерло куда больше алкоголиков, чем непосредственно от самой нелегальной алкогольной продукции. Единственной попробовав треновать колонн, бывает весьма сложно остановиться. А сейчас ситуации, когда с дезинфицирующими средствами реально коротняк, ну, это очень хорошее решение. Сдается мне, конечно, что обязательно кто-нибудь использует эту штуку, чтобы подзаработать, но кого этим сейчас удивишь? Сам принимает. В Нигерии вот еще интересный случай в связи с карантинами. В Лагосе при помощи небезызвестной звонилки Зума приговорили некоего Олалекана Хамида. Суд такой созвонился, такая онлайн-конференция со звоночками и приговорили его к смертной казни через повешение. Комбратулейтен, комбратулейтен. Сразу скажу, что, ну, моральный аспект смертной казни я сейчас обсуждать не буду, ну, типа, мем смешной, а ситуация страшная, господина Хамида признали виновным в убийстве 76-летней женщины, а, ну, за преступление полагается наказание по нигерийским законам. И как бы тут забавно, что их закон достаточно прогрессивный, чтобы выносить приговоры онлайн во время пандемии, но от смертной казни вот как-то что-то еще все еще не отказались. Надеюсь, хоть сам процесс не буду транслировать в Твиче, а то еще зайдет, может, вдруг они прутся по этой теме так же, как немцы по рейбу. Но устроят из этого целое шоу, там, комментарии разъяренной толпы капсами, там, для подписчиков эмоджи, вилл и факелов. Пришли донат, чтобы кинуть камнем в осужденного. Однако, приговор еще не может быть исполнен, так как для его исполнения его должно утвердить правительство Нигерии. Значит ли это, что у господина Хамида есть возможность подать апелляцию? Не знаю, я не уверен, что в прогрессивной Нигерии есть такая вообще возможность. Ладно, как и обещал, хватит про К-вирус и К-арантин. Там пятилетний пацан угнал машину мамки и пытался доехать из Юта в Калифорнию, чтобы купить себе ламборгини. Это не прикол, это реально произошло. Представители дорожного патруля штата Юта заметили подозрительно двигающиеся по дороге автомобили и решили, что за рулем или пьяный, или нуждающийся в медицинской может быть помощи водитель. По первому же сигналу полиции автомобиль прижался к обочине и затормозило, а за рулем оказался зареванный шкет, который еле дотягивал все носочками до педалей. Выяснилось, что мама отказалась покупать пацаненку ламборгини. Он обиделся, собрал все свои деньги, это оказалось целых 3 доллара, остырил ключи от семейного автомобиля и поехал к сестре в Калифорнию, потому что все знают, что там ламборгини на каждом углу продаются, даже 5-летний был в курсе. Вот такой вот бэйби-драйвер вырастет такой. Я в 5 лет угнал свою первую тачку, это был единственный раз, когда меня поймали фараоны. А я в 5 лет вот как бы смотрел Царь горы по ОРТ и лепил аппликации из цветной бумаги и высушенных листьев. А пацан к успеху идет. Едет. Но это только пол истории, какой-то их там местный бизнесмен, владелец личной ламборгини, когда узнал про эту историю, приехал покатать пацана на тачке, вдохновившись его целеустремленностью. Действительно, почему бы не поощрить преступное поведение ребенка, ведь побег из дома и угон автомобиля это, насколько я знаю, именно те действия, за которые тебя катают на крутой тачке. Повезло еще, что мать не посадили на больше, чем этому ребенку лет. К чему я все это веду? Эта история в очередной раз доказывает, что машину с автоматической коробкой передач может водить даже младенец. Ну и раз уж начал по нарушениям правопорядка в штатах у них там, ну там у них, два взрослых мужика, одному 50, другому 36 лет, решили проверить, работает ли бронежилет, который один из них купил. Это их не звали Бивис и Батхет, но плана лучше, чем надеть жилет на себя и стрелять как бы в него из винтовки, они не придумали. И если ты уже надеешься, что один бухой реднек застрелил другого и его посадят, а ну тому как бы так и надо, потому что он тупой, то нет, бронежилет, сука, отработал свои деньги. Мужики постреляли друг в друга по очереди и ни одна пуля не пробила жилет, только соседей напугали. Но наутро один из них поехал в больницу, чтобы ему полечили синяк, который остался в одном из мест попадания и решил, что самым неподозрительным объяснением собственно этого синяка будет байка про то, как он вчера подрабатывал телохранителем и ну такой в него стрелял злоумышленник и ну он как бы стрелял в ответ и потом он убежал на машине уехал. Но врачи как бы что логично решили, что эта ситуация требует вмешательства полиции, потому что ну это как бы перестрелка и покушение. Полицаи опросили соседей и жену пострадавшего, ну и правда конечно же всплыла в результате обоих задержали за покушение на жизнь друг друга за хулиганство и задачу ложных показаний. Тот, что постарше, ну который из сказки в больнице рассказывал, признал свою вину, получил 27 дней тюрьмы с пятилетним испытательным сроком конфискации оружия и все такое. А второй решил, что fuck it, мы в Америке, свободной стране, я невиновен. Мы на частной собственности и своего личного американского оружия стреляли друг в друга по доброй воле американца. Ну и пока его выпустили под залог 5000 баксов и ну как бы сейчас он ждет, когда примут его апелляцию и назначат следующее слушание. Вот это мужики развлекаются, ну как бы весело проводят время. Как называется эта страна? Америка. Кто-то не помогет. Конечно, до двух поспоривших программистов, которые не могли решить, что лучше AMD или Nvidia и один зарубил второго топором, ну этим ребятам еще далеко, ну что-то, конечно, из той оперы. Сам приливает. Что ж, не забывай о правилах YouTube этики, которым тебя сегодня учил дядя Стас. А также напомню, что чтобы сэкономить время и воду, когда моешь руки, можно параллельно писать в раковину. Пойду этим и займусь. Пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok